Сегодня на библейском портале «Экзегет» мы начинаем новый цикл бесед по трудным местам Библии. И действительно, в Слове Господнем говорится о том, что есть сложные места в самом Священном Писании. Так во втором послании апостола Петра, 3 глава, 15-16 стих, апостол Петр пишет. И для того, чтобы нам не поддастся ложным интерпретациям текста невежды и неутвержденных, мы должны рассматривать трудные места Священного Писания, трудные места Библии, как и будет называться этот новый цикл. Для нас совершенно очевидно, что Церковь с древних времен пыталась отвечать на трудные библейские вопросы. Была написана прекрасная книга Блаженного Августина о согласовании Евангелий, где он устраняет так называемые библейские противоречия и показывает, что ничего противоречивого в Писании нет. В толковой православной Библии преемников Лопухина тоже по каждому такому случаю дается информация по поводу сложных мест Писания, как разрешить то или иное внешнее противоречие. И мы начинаем по порядку. Прежде всего, это книга Бытия. Книга Бытия сообщает нам, вначале сотворил Бог небо и землю. И сразу возникает вопрос, как Вселенная могла иметь начало, если современная наука доказала, что энергия вечна. То есть энергия никуда не исчезает, она переходит из одного состояния в другое. И что можно ответить на этот вопрос, если сама Библия говорит, что этот мир имеет начало? Ответ может быть таким. Если бы материя существовала бы в пространстве вечно, то завершились бы все процессы. Например, есть такой процесс, как теплообмен. Когда одно тело отдает свое тепло другому телу. И если бы материя существовала в пространстве вечно, то теплообмен был бы завершен. И та температура, которая бы существовала в такой вечной Вселенной, она бы не позволила бы возникнуть жизни. Следующий момент — это расширение Вселенной. Ученые убедились в том, в XX веке, что Вселенная расширяется. То есть объекты в космосе, звезды, планеты, они как-то удаляются друг от друга. Если бы материя существовала бы вечно, то этот процесс был бы завершен. Исходя из этого, ученые вынужденно пришли к выводу, что есть начало. Это начало они называют Вселенским взрывом. Когда материя была настолько сверхплотная, что, можно сказать, ее и не было. То есть какая-то точка содержала в себе все. Потом происходит взрыв и выделение колоссальной энергии в результате этого взрыва. И начинает распространяться материя в пространстве. Поэтому мы видим и процесс теплообмена, и процесс разбегания светил космических друг от друга. Но при всем при этом мы не верим в какую-то точку, которая была такая сверхплотная, что, можно сказать, ничего не было. Мы верим в то, что все в космосе устроено разумно. И точкой, если хотите, является само библейское слово «барышит» в начале. То есть Господь творит мир, материальный мир, движением духовных сил, логосом, словом, Бог Отец, Сыном Своим творит мир. Поэтому подлинное начало – это не доля секунды, когда происходит какой-то взрыв, непонятно из чего и как. Мир творится божественным логосом. Значит, подлинное начало – это не точка. Подлинное начало всего мироздания – это Христос. И святые отцы, и учителя церкви, таких как Ориген, они настаивают на том, как Василий Великий в своем шестодневе, что мир начинается и творится во Христе и со Христом. Ведь Бог творит мир своим словом. Мы читаем «И сказал Бог, и сказал Бог, и сказал Бог». А божественное слово «логос» – это второе лицо Святой Троицы. То есть Бог Отец творит мир через своего Сына. Это подтверждается Новым Заветом, в котором сообщается, что мир сотворен Христом, им, через Него и для Него. Как немецкий богослов Карл Барт говорил, что Христос есть подлинный смысл человеческой истории. Альфа и омега – начало и конец. И следующий вопрос, который мы рассмотрим, он тоже касается первой главы, первого стиха книги Бытия. Как мог автор книги Бытия знать, что именно произошло во время творения, то есть до того, как он сам был сотворен? Как вообще Моисей мог все это увидеть? Надо понять очевидную вещь, что пророки никогда не говорили сами от себя. Если говорить о боговице Моисея, то о нем писал святитель Иоанн Златоуст. Все пророки говорят или о настоящем времени, или о будущем времени. Величие Моисея заключается в том, что он говорит и о прошлом, то есть о том, с чего это все началось и куда оно движется, куда оно идет. Пророки говорят не от себя, они говорят Духом Святым, как и сказано в Писании. Никогда пророчества не изрекались по воле человеческой, но изрекали их мужи Божии, будучи движимые Духом Святым. А о Духе Святом мы знаем из Писания, что Дух Божий дышит где хочет, и голос его слышишь, а откуда приходит, куда уходит, не знаешь. Действие Духа Святого, этой божественной личности, оно никак не ограничено ни временем, ни пространством. Это мы, тварные существа, существуем в потоке времени, в пространстве, имея свое положение. Пророческий Дух – это Дух, который освещает нам путь. Библия – это книга, которая предоставляет нам возможность увидеть всю картину бытия всего рода человеческого от его начала и до его конца. От начала этого мира и до его завершения. Кто-то из нас родился в 60-х годах, кто-то в 80-х, кто-то в 2000-х годах. Мы проживаем какой-то свой отрезок жизни и покидаем этот мир. Мы рождаемся в мир, который уже существует. И если мы хотим понять, откуда и куда движется этот мир, мы должны открыть Библию. Библия начинается со слов «Вначале сотворил Бог небо и землю» и оканчивается апокалипсисом, который рассказывает, чем все это завершится, чем все это окончится. Таким образом, Библия предоставляет нам возможность с некой такой божественной высоты взглянуть на все существование мира и осознать, распознать свое положение в этом мире, чтобы исполнить свое предназначение. О счастье жизни христианина заключается в том, чтобы исполнить намерение Божие относительно себя самого.